29-е очередное заседание Совета депутатов муниципалитета в режиме ВКС началось с обсуждения отчета о проделанной администрации Ленинского городского округа работе в 2020 году. Дмитрий Абаренов также отметил наиболее проблемные вопросы, по которым будет вестись работа в самое ближайшее время. К примеру, упомянул незаконную вырубку леса в поселке Развилка. Нами уже поданы документы в суды. По некоторым участкам уже есть определение на время судебных разбирательств о прекращении всех каких-либо действий. Соответственно, то, что мы там не допустим никакой торговли, это совершенно точно. Затем депутаты рассказали о наиболее проблемных точках на территории своих избирательных округов и попросили содействия главы муниципалитета в скорейшем решении вопросов. Есть площадок детских, не переданы ни в управляющие компании, потому что физически не могут относиться к ним. И дороги точно так же, просто висят там на застройщике. То есть мы не дворсервис, не можем пригласить застройщик, ну, скажем так, мягко говоря, спустя рукава обслуживает эту территорию. У нас происходит сейчас массовая вырубка деревьев, утро-парк, том 21. То есть жители, получается, в последние минуты буквально сотни обращений жителей, которые видят ситуацию, что застройщик в течение 6 лет не может получить землю под школу и под стадион. Но выделяется земля, получается разрешение под стройку мойки в лесу. Затем народные избранники обсудили подготовленные положения о старостах сельских населенных пунктов и их материальном стимулировании. Мы вместе с жителями прорабатывали не первый месяц вопросы по выбору старост в наших деревнях, вопросы о компенсациях за их труд. Старосты, на самом деле, это очень знаковые люди, первые, к кому идут с жителями со своими вопросами на территории наших сельских населений. В результате оба положения большинством голосов были приняты. Также народные избранники проголосовали за положение о порядке согласования установки ограждений и их демонтаже на придомовых территориях многоквартирных домов. Данное положение мы выстрадовали около года. Значит, это положение родилось не по инициативе кого-либо из депутатов, а именно от жителей, потому что катастрофически стали сложности в использовании придомовой территории. Здесь тоже достаточно прозрачная уже установлена процедура прохождения, согласования с администрацией, в результате чего Совет депутатов будет давать разрешение об установке этих конструкций. Всего на Совете депутатов было рассмотрено 6 вопросов. По всем были вынесены положительные решения. Видно этого.